К нашему эфиру в эту минуту присоединяется Джон Херц, директор Евразийского центра Атлантического совета США, бывший посол США в Украине. Господин посол, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый день. Итак, давайте начнем с вами. Вот наш разговор с обсуждения последнего интервью Владимира Зеленского канала NBC News. Прозвучало много важных и фундаментальных принципов, на которых основываются будущие Украины в этой войне с Российской Федерацией. Владимир Зеленский говорил, что украинские военные сейчас придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить неожиданные удары по РФ. Кроме того, добавил, что нет сейчас другой альтернативы, и что в данный момент дело не только в Украине, но и в безопасности Европы. И Путин, по словам Зеленского, готов идти дальше на страны НАТО. Джон, как вы считаете, если дать Путину возможность победить, какого масштаба может быть эта война? Как далеко она может выйти за границу Украины? Слава Богу, что в конце концов Байден информировал американскому народу, что цель Путина не кончится на западной границе Украины. Значит, его цель идти дальше на запад. И если он как-то победится в Украине, нам нужно опасаться за Прибалтику, за Польшу, за Румынию. Значит, коренные американские интересы в победе Украины в этой войне против Кремля. Кроме того, в этом же интервью, говоря о том, что Россия может напасть на страны НАТО, Владимир Зеленский призвал Конгресс США сохранить военную помощь Украине и не терять волю, сильную позицию и свою демократию. Это была цитата. Скажите, что будет с военной помощью для Украины? Какой вы видите сейчас эту ситуацию? И почему в Конгрессе возникают вопросы, которые касаются поддержки нашей страны? Это очень сложный момент. Дело в том, что большинство представителей в Конгрессе, и не только демократы, но и републиканцы, поддерживают нашу политику, посылают Украине помощь. Но есть небольшое большинство в Палате представителей републиканской партии, которые против, потому что они не понимают американские интересы. И их влияние гораздо больше, чем их число. Я думаю, что в конце концов Конгресс подширает возобновление помощи для Украины. Но, наверное, этот процесс длится несколько недель, даже месяца два. Слава Богу, что новый спикер в Палате представителей, Джонсон, сказал после встречи с Байденом, что он понимает, что у нас в Америке есть коренные интересы в победе Украины. И что если бы Путин победил в Украине, то он начал бы агрессию против наших натовских союзников. Поэтому нам нужно помочь Украине победиться. И Байден, и не Байден, Джонсон тоже сказал, что он готов пустить голосование в Палате представителей о помощи для Украины. Но сейчас есть разные факты, которые предотвращают именно такой шаг. Но я думаю, что мы преодолеваем эти препятствия, и будет голосование, и тогда голосование будет за Украину, за помощь для Украины. Как вы считаете, США удастся поддерживать и Украину, и Израиль одновременно? Безусловно, мы можем это делать наши. У нас есть достаточно материалов, достаточно ресурсов для обеих стран. И я должен здесь сказать, что некоторые аргументы тех, которые не хотят посылать Украине помощь, тоже касаются помощи для Израиля. И когда люди это замечают, те противники помощи для Украины не могут отвечать. Например, если мы не имеем средств и на защиту нашей границы с Мексикой, и для помощи для Украины, то у нас есть ресурсы для помощи для Израиля. Но те, которые противостоят помощи Украине, хотят посылать помощь Израиля. Недавно генсек НАТО, Йенс Толтенберг, говорил, что Россия уже проиграла. Она потеряла десятки тысяч солдат, она потеряла большое количество военной техники, она потеряла политическое влияние, и все больше изолируется. Вторжение в Украину – это стратегическое поражение России. Интересно ваше видение ситуации. На какой сейчас стадии в этой войне находится Россия, и какие процессы могут произойти в Российской Федерации, после того, как она окончательно проиграет в этой войне? Столтенберг прав, что потеря России в этой войне громадная, и то же, что в результате их агрессии против Украины Финляндия стала членом НАТО, и Свеция тоже скоро будет членом НАТО. Это громадное поражение, стратегическое поражение для России. Но все-таки Путин продолжает свою войну против Украины, и мы должны делать все, чтобы он проиграл в этой войне. Многие в Москве понимают, что Путиновская война против Украины – это трагедия для России. И мы видели это в мятеже Пригожина. И то, как Путин реагировал на мятеж, он не прямо принял шаги против Пригожина перед российским народом. Он скрывал свои шаги, потому что он не был уверен в том, что россияне поддерживают его, Путина, а не Пригожина. Я уверен в том, что если мы продолжаем вам помочь, и если мы умнее посылаем вам нужное оружие, и вы достигнут громадной победы на поле битвы, например, если мы можем прекратить снабжение Крыма через земляный мост, то это влияет не только на ход войны, но тоже на режим Путина в России. Давайте теперь еще поговорим немного о том, каким будет ближайшее будущее Украины. Владимир Зеленский на минувшей неделе заявил, что Украина практически реализовала все семь рекомендаций Еврокомиссии и рассчитывает на решение о начале переговора во вступлении в Евросоюз. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен побывала в Киеве буквально пару дней назад и тоже говорила об успехах Украины на пути в ЕС. Вот насколько это событие сейчас важно для истории и будущего нашей страны? Ну, это громадная значимость, эта история. Сразу после... Это еще одно поражение для Путина. Сразу после громадного вторжения Евросоюз пригласил вас на эти переговоры. И я знаю, что вы сделали громадный прогресс в ответ на их требования. Я был в Киеве две недели тому назад, я поговорил, я встречался с госпожой Стефанищиной. Мы говорили в особном бананте, но мы тоже о Евросоюзе. Поэтому это громадный шаг в вашей истории, громадный шаг в период. Господин посол, спасибо, что присоединились к нам, что вышли с нами на связь. С нами в эфире был директор Евразийского центра Атлантического совета США, бывший посол США в Украине Джон Херпс. Всегда рады вам на Фридоме. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Фридом. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.